поехали значит у меня есть книга она существует только качестве виртуальной в детском экземпляре которая полностью отменяет все садоводство так то я постепенно подрубаю случай за случаем повод за поводом но я хочу сказать что я могу не успеть увидеть его вживую тем более она нужна в университетах один из примеров что такое краеугольный постулат этот постулат я просто один пример провожу а потом пойдет нормальная работа итак вот никакими выхищрениями в том числе пыточными потом покажу вам эти пыточные вот пересадки обрезки обильные поливы удушение проволокой обдирание коры обрубание корней обильные подкормки создание искусственной среды обитания невозможно получить урожай за все годы жизни больше чем он был заложен в программе развития дерева еще момент зачатия вот так вот это даже не постулат это закон природы другое дело что на данный момент гигантское количество ухищрений в битву голову миллионам садоводов отсюда отсутствие садов отсюда я даже покажу чем это заканчивается то ли смеяться то ли плакать так посмотрели подели что я хотел лишь знать как озаглавить летит друг волшебник голубой вертолете подарит миллион рублей и это книга заживет своей жизнью не заживет так буквально за час до вебинара я включил компьютер и увидел свежайшее письмо я решил сразу вставить хотя она как бы не по теме взрослый константинович вырастила из ваших косточек 6 абрикосов по метру по два за год 6 яблок голодовидных и вишню с генами и черешни испортила семечки лоба бывает благодарю вас за ватрут выше декатала ну каталог я высал мне зацепило знаете что 6 яблок голодовидных вот я каждый год высылаю 20 30 40 семечек кто-то может болтся расти такой бывает вот у кого-то не взошли у кого-то их съели тоже бывают те же больше вот и вдруг я вижу 6 яблок голодовидных ура я сказал этой даме что обязательно на вебинаре покажу это письмо почему наверное мне не дожить до выражая но я знаете как живу приходит ко мне статья кого-то из вас друзья умнейшая статья и там написано что почему одни живут долго а другие живут меньше и почему это зависит от профессии от увлечения и там до первом месте знаете кто шел наш братцы да вот почему и вот человек и я жаль что сам не догадался про это человек говорит причина в том что если вот чего-то там посеял а ему кровь из носа надо даться урожая это программирует человека и вот тогда дольше ну что я себя запрограммировал чтобы дожить пока яблок не кого-то видно и сам этим никогда не занимался семенами семенами вот с этим это проще прививки за второй-третий год плоды а вот и себя и сохраняться колонавиды и надо ли этим заниматься до этого нужно лет 30 опять 10 этим путем в общем вы поняли почему я взял и сюда записал это письмо чтобы сказать мы садоводы должны жить от программы до программы вот это я хотел сказать подели да это можно еще и черешья тоже эти простое дело черешья из косточки ну а это от чего относится и так и какими ухищениями вот тут я написал удушение проволокой обдирание коры вот эти ничего не видите это то что против нас очень распространенная схема очень видите проволоку 2 слева так 2 рисунок проволоку видите вот это для чего оттуда соки будут меньше поступать дерево до сердца гибаться и быстрее даст урожай потом естественно на него набросится всех обыделять не только тляду и много чего еще дерево ослабеет ну кого-то и чуть не произнес одно осень слово на букву и вот а я сейчас все больше склоняюсь к тому что мы плохо знаем историю нас подводит доверчивость невероятная в том числе и ученый мир почему давайте здраво рассуждать сейчас я уберу вот эту камеру которая меня разоблачает как человека не совсем здорово и так я знаком практически со всеми классиками единственное кого никогда не читал это бербанка зато очень хорошо знал печурин еще печурин хорошо знал греля я тоже почитал вот я пробовал читать шредер это строится до 50 я сказал я дикто чертеже даже у себя дальше буду читать это все держали а в данном случае тоже не буду фамилию терпать классика южного его и партия украина прибалтика белоруссия польша вот это его район и вот тот же первый научил как-то запугать дерево она скорее всего запугалась и там это добро всходит с рук где брат сегодня прислал ссылку я считаю что бывает людей выставлять на показ там значит сад промышленный промышленном саду это еще можно понять он пожалуйста что очень много лосков и начал дерево доводить до ума я считал где-то до семидесяти дерево небольшое три с половиной метра и ему якобы десять лет груша у груш есть особенность вы же знаете какая я не знаю многие еще половиной называют потому что большинство метров почти в текаде якобы половина спрашивается это его прослеживается живая жизнь то есть одно защищает прежде всего штаб от сырости я сколько про это рассказывал яблони груша или груша яблони разошлась более сырые места там они постепенно стали яблони более сухие стали грушами теперь груша боится влаги и нельзя прижать крону а рог Scarra опять но вот так теперь мне давайте еще так чтобы не продолжать и продолжать и еще даже разочек переключить так друзья что услышали то услышали и так напугать дерево как посоветовал классе девятнадцатого века вот это то же самое сохранилось течение ну и он тоже был не оригинале до 200 последних лет унистяжали деревья например удушение проволокой 2 справа видите нельзя тут все напухло выше душили туда идет меньше питательных вещей дерево чувствует предчувствует гибель и тогда случается самое страшное оно дает урожай предсмертный вот слова предсмертный ввел практику железов до меня это называлось значит просто ускорение урожая допустим сейчас я посмотрю кто-то еще ко мне обращается вот буквально секунду хотела сказать что лоба и черенки персик получила в общем вы поняли страшная эта вещь ребята когда-то это будет признано страшнейшая ошибкой одна из тех которая приводит к ослаблению дерева уничтожение в иммунитет уничтожается накидывается орден насекомых их признают виноватыми причем самое страшное вино возлагает на врыве и все а почему чем кончается потом ближе покажу дальше вот эта фотография тут чисто учеба пошла вот смотрите и так что вы видите прекрасную плодосящие дерево а как бы не так а доди дало прирост и вот так все это и простояла дало десяток плодов вот советы разных таких случаях например общепать цветы оставив немножко угадайте как я буду сами упадут а какие дадут плоды а причину не знаю я скажу вообще от причина это слива выращена из цветочной почки или за что вы почки это значит что не каждая почка почки рост когда вы будете учиться привать к берем две почки я показал такие фотографии уже разводе получается ростки одна по все добиться редко бывает одинаково как близицы а когда руку добьете тогда по три почки туда выбор еще больше и у вас не останется навсегда вот такое дерево который черта расти не хочет а караул это требует вообще площадки вот посмотрели смотрели внимательно смотрите я ничего не путаю воду на эту самую сарай вот результат а если бы вы щипал вот то есть данном случае речь идет о черешне это редко вещь я всегда говорю руки проще подходить вот если смотреть это девушка моя тоталя железо если посмотреть бы фотографии не то что случайно у меня такие шутки вот там на дальнем плане отшвели абрикосы только только отцвели там беремоды цветов а сами тоже пара тресницу ребятку и выщипать цветы а их миллионы я вот это дурный совет просто изводит хотя за все придет сколько положено столько будет скинуто и говорят а вдруг все засветут и дерево погибет перебор с урожая вот у меня нет такого случая не было так посмотрели это хороший был совет потому что у людей руки чертся пишут мне я не просто так мне пишут я обрывал 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 а потом оказалось вообще оставила там допустим 120 цветов я до пола заходя оторвала может быть те которые ты оборвала вы с нами были выплаты